Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Мама Насти Волынец больше не может смотреть на драки дочери с Богданом Бобриком. Она решила забрать дочь с проекта. Отговаривать маму Настя и Богдан уехали вместе. На новом острове любви вчера было очень много драк. Одна из драк была очень жестокая, с удушением. За нее поплатилась одна из участниц. Девушку Дарью выгнали с проекта. Винцеслав Вингрыжановский пользуется вниманием участниц на Сейшелах. Саша и Ваня даже ревнуют девушек. Вот мнение зрителей. Все же любит его Михайловский и кормушку дал, и крышу над головой, даже рожу сделал. А теперь еще и наковыркается венчик от души за все свои года. Девушки на Сейшелах участвовали в конкурсе боди-арта. Но две участницы, подружки Ирина и Карина, отказались обнажаться для конкурса. Они пишут, мы отказались от участия в конкурсе боди-арт, нас наказали и поставили синие печати на лбу. Про одну из участниц Риту Керн ходит много слухов. Поговаривают, что она дочь священника и что у нее есть маленькая дочка. Отец Маргариты священник, он воспитывал ее очень строго, запрещал общаться с парнями. Поэтому к 18 годам она выросла целомудренной. Но затем она сбежала из родительского дома и сразу же стала купаться в мужском внимании. Андрей Чуев отчитался о ходе строительства. Мы приступили к разработке системы отопления. Стал вопрос о том, что лучше и экономичней. Котельная с теплотрассами или подключение к каждому дому своего котла. Решаем и в ближайшее время приступаем к работам. Илья Ябаров сообщил новость. Он следующий на очереди на перезагрузку. Венчик перезагрузился, пишет Ябаров. Теперь мне пора, друзья. Ждем изменения Ябы. Андрей Черкасов рассказал в интервью журналистам, почему он до сих пор один. «Виноват в этом Дом-2. Многие девушки из-за моей популярности готовы сразу же проводить со мной время, просто потому, что я из телека. Многие не замечают моих недостатков и достоинств. Мне кажется, если бы не телепроект, я бы давно уже был женатым человеком и воспитывал детей. Кстати, у меня была в жизни девушка, которую я сам по глупости упустил. В ней было все, что мне нужно. Но вернуть уже ничего нельзя, она не свободна. Такие долго одинокими не бывают». Татьяна Владимировна Африкантова рассказала секрет ухода за своими волосами. «Оказывается, она неделями не моет голову. У меня волосы, как у собаки. Я их мою один раз в две недели. Может быть, поэтому и волосы у меня хорошие. Шампунь – это химия. Старайтесь мыть натуральными средствами. Я же могу месяц не мыть волосы». Семен Фролов с нежностью и любовью вспоминает Руслану Мишину. Он публикует ее снимки на своей страничке и пишет. «Меня спрашивают, кто та девушка, с которой я хотел бы построить семью. У меня нет ответа, но я точно знаю, что самые красивые детишки были бы у нас с Русей». Элина Камерен рассказала про детский сад, в который будет ходить ее дочь. Выбор Элины пал на дорогой детский сад-музеон, который находится недалеко от ее квартиры. «Удовольствие это не дешевое», – пишет Элина. «Один день пребывания в саду стоит 3000 рублей. Пока Саша будет ходить туда два раза в неделю». Светлана Михайловна Устиненко появилась в сети, и она опубликовала фотографию с недавней поездки в горы. Она подписала снимок. «Самое главное – это поддержка родных. Провести с ними побольше времени вместе, попросить друг у друга прощения за все и сказать, как мы их любим. Это очень важно и нужно». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова